всем огромный привет добро пожаловать на мой канал все начиная новый влог я сейчас еду по делам и я обещала это у меня кто-то хулиганчик вот я вообще обещала снимать наряды дня вот но отдельно видео я это делать не буду буду показывать во блогах я надеюсь я не буду забывать но у меня никакого разнообразия нет у меня есть разнообразие но чаще всего я одеваюсь по настроению и по погоде вот по погоде это самое актуальное санкт-петербурге у нас сегодня будет 10 градусов сейчас 8 но я сегодня еду на машине и мне нужно будет пройти пешком в общем мне нужно забрать какие документы поэтому я беру с собой рюкзак это рюкзак без и я его заказывала на ламуде я не знаю станции какие-то вообще ссылки на все вещи которые я показываю но в общем и целом до рюкзак без потому что мне сюда чтобы положить и после того как я заберу документы мне нужно сладкий мой сладкий час один останется не кусай не ешь не ешь у меня уже все коленки сцарапаны девочки кошмар смотрите что творится вот что творится такое ручку там украл у детей играется вот короче поставка заберу документы я хочу зайти в торговый центр хочу зайти магазин фамилия что-нибудь посмотреть но вообще я хочу для какими интересными штуками за для дома вот посмотрела тоже на озон на вальберес решила съездить фамилию присмотреть может он потом закажу в общем короче пошла гулять я вот одним словом вот вот эта куртка тоже заказывала и сломоды уж так много наболтала ну ладно смотрите она какая прикольная единственный для меня минус в этой куртке это в том что нет капюшона но она видите как рубашка вот а очень прикольно мне нравится к она смотрится были в других цветах бежевом по моему белом еще каком-то вот но если осталось хоть на какой-то цвет ссылочка я вам обязательно оставлю это марка be free и здесь вот такие манжетики кстати вот очень нравится эта куртка внизу у меня белый бадлон белом бадлону вот этому уже сто лет в обед потому что иначе у меня будет болеть горло а сюда вот какой сюда шарфа дети я вообще не представляю мне кажется сюда вообще никакой шарф не подойдет я люблю болеть поэтому точнее не люблю но часто болею поэтому я делала такой бадлон черные джинсы вот эти кроссовки фила которые вам тоже показал они мега удобны я и гуляюсь в них собакой и смотрите подошва белая вот это вообще для меня кайф а потому что обычно подошва желтеет там как-то и так далее а здесь подошва белая как будто я их вообще не носила а я их нашу не снимать и собаками гуляю и просто везде хожу почему они клёвы короче красиво такой вот у меня образ и сережки вот эти вот мы им хотя сюда больше подойдет наверно что-то такое здесь же фурнитура они здесь белая фурнитура дать белая фурнитура поставлен так отсвечивает как будто желтая да смотрите или мне кажется мне вот в общем вот эти мои змейки сережки обожаю тоже их вот и в общем такая деловая женщина как деловая не деловая на самом деле вот но в общем я поскакала вот рюкзачок вот я его ношу или в руке или вот так вот и вообще круто сейчас сюда еще положу пакет наверно может быть зайду за мясом как или не зайду я не стану в общем я поехала девочки ну что приехала я к школе в общем сейчас пойду в торговый центр и пока ехала вспомнила меня часто спрашивают по поводу поездки за рулем страшно мне или не страшно и вообще как сделать так чтобы было не страшно но первых я уже пять лет за рулем мне на самом деле уже не страшно вот но поначалу первый год может быть полтора каких-то новых если новые какие-то вдруг ситуации на дороге то я конечно вообще девочки отходил а потом целый день когда кто-то там подрежет или какая-то аварийная такая ситуация или еще что-то такое конечно было было не очень вот как не бояться вообще боятся двух ситуаций первое это ну того что вы убьетесь на машине да здесь просто вы ну как бы сами максимальную безопасность до себе обеспечить и как ее обеспечить не нарушать скоростной режим потому что в основном аварии происходит именно из-за нарушения скоростного режима это первое а во вторых но проверять свою машину да там чтобы она была исправна и так далее то есть ну как бы с этой стороны подходите не нарушать правила никого не подрезать не лихачить и когда вы за рулем думать о том что вы за рулем они у других каких-то моментов вот кстати лихачить есть такое вот по крайней мере нам автошколе говорила ли что через год наступает такой момент когда ты такой бог всемогущий да и можешь на дороге делать все действительно такой момент наступает если у вас такой момент наступил посмотрите видео с авариями как рукой снимет поверьте я так именно и делала вот и второй момент в основном вот ну я по себе сужу на страхи того что вас подумают что вы такая туповатая блондинка за рулем извиняюсь даже если вы не блондинка извиняюсь вообще за такое выражение но именно такого что люди подумают что вы чайник и там будут вам бибикать и так далее но во первых если они бибикуют ну как бы пусть они бибикуют себе сколько угодно включите музыку погромче и вообще плевать на всех это первое а во вторых даже люди с большим опытом иногда тупят на дороге поверьте и мужчины тупят и женщины тупят и в общем все тупят поэтому даже об этом не думайте просто едьте себе едьте и так как вы считаете нужным и просто не обезете туда куда вы не знаете вот вы не знаете можно там проехать но не едьте туда или посмотрите заранее свой маршрут и так далее себе тихонечко спокойно просто в левую полосу не лезьте и все в правый полот полосе только если вам передаст новым повернуть нужно до соответственно влево полоса а так видите себе в правой полосе спокойненько не нарушаете правила Есть такая еще история, что нужно ехать со скоростью потока Ну, знаете, пусть этот поток идет куда подальше Потому что у нас, например, сейчас на Приморском шоссе Раньше была разрешенная скорость 90, сейчас 60 И скорость потока составляет в районе 100 Я еду 80, точнее 79, чтобы меня не оштрафовали И пошел эта скорость потока куда подальше Вот, и думайте просто о том, что вас дома ждут И сами не лезьте, не нарушайте, и все Следите за собой, за другими не надо следить Пусть они катятся куда подальше Также у меня еще был страх, знаете, вот это вот Куча таких видео, когда девушки паркуются И кто-то там снимает и хихикает Вот я тоже, когда парковалась, тоже об этом думала А сейчас думаю, а что я это переживаю? Буду звездой Ютуба Видосик со мной наберет много просмотров И все, на самом деле мне вообще реально плевать Даже если я там что-то как-то где-то неправа на дороге И мимо меня проезжают и смотрят, знаете У меня даже были такие ситуации, когда меня в итоге догнали на светофоре Мужчина опустил стекло и начал там что-то орать Я не знаю, что он там орал, но, наверное, что-то матное Вот, я ему улыбнулась и поехала дальше И мне, ну, как бы, мне вообще плевать на всех И вы также наплюете на всех Главное следите за собой и все И, ну, здесь как перебороть этот страх? Ездить У меня вариантов нет Мне надо забирать детей Отвозить туда-сюда И, как бы, ну, как бы, вот Была бы возможность, я бы не ездила за рулем Я бы ездила бы с личным водителем Муж был бы против Муж бы мне не разрешил такую историю Поэтому, да, вот Поэтому приходится ездить самой А так я вообще, ну Руль это вообще не мое Вот Так что вот так В общем, пойдемте в торговый центр А то сегодня какой-то болтовлок у меня получается Ну что, в магазине фамилия Пожалела я, что не взяла вот эти вот Что-то они мне так приглянулись Вот эти желуди, да Это на самом деле шкатулочки такие В общем, здесь можно найти еще Всякие предметы интерьера Такие фигурки по 999 рублей На самом деле они мне понравились Были бы рублей 200, я бы взяла бы точно Но что-то за 1000 рублей как-то не особо Кружки, ничего нового Вот мне вот эта кружка очень понравилась, девочки Но я увидела на ней царапины и не стала То есть такие вещи я обычно очень хорошо Ну, скажем так, просматриваю их, да Чтобы не было никаких сколов Не было никаких царапин Такие вещи, конечно же, я не беру в магазине фамилия В общем, кружек никаких новеньких нету Ну, мне, по крайней мере, ничего не приглянулось И поэтому я, ну, просто посмотрела Как всегда Я иногда просто, просто захожу Могу ничего не купить Потому что, ну, что-то ничего не приглянется мне Вот, всякие вазы Тут тоже ничего мне не приглянулось В общем, всего много Но обязательно нужно хорошенечко смотреть Ну, и цены, соответственно, разные Все зависит, я так понимаю, еще от брендов, да Которые здесь есть Есть хорошие вещи Очень качественные По очень низким ценам Но есть и вот такое вот Не очень такая некая барахолка Как я ее называю Но я очень люблю здесь бродить И я не знаю Особенно если что-то нахожу для себя Такое нужное и интересное То это вообще просто супер у меня получается Вот такая кастрюлька мне понравилась Ну, видите, эмаль со сколом И, соответственно, я ее не взяла И стоит по полной цене за 1500 Но со сколом вообще нет смысла брать Кстати, кастрюльки тут тоже много интересных есть И сковородки бывают И тефалевские И всякие разные То есть, ну, очень такие прикольные Бывают вещицы В общем, обязательно все-все-все просматриваю Форма для запекания Тут их очень-очень мало Вот мне в последнее время нравятся Вот такие керамические Тоже прикольные Вот это мне понравилось Но, видите, там такое как Даже трещина, я бы сказала Вот, но можно, да, найти Очень такие прикольные Я тут одну свою форму как-то покупала Вообще нарадоваться ей не могу Вот эти маленькие мне тоже понравились Но они какие-то Ну, как бы их всего две То есть, если было бы больше То можно было бы там что-то такое Не знаю Вот эти белые, кстати, очень тяжелые Такие прям добротные-добротные Но можно их же использовать Не только как форму для запекания Но и также для сервировки стола Например, да Такая маленькая Вот там вот стоит такая, видите Кругленькая, но она Это не керамическая Она металлическая С покрытием Вот такие мне не нравятся формы Потому что они быстро обычно приходят в негодность Ну и, конечно, для хранения Тут много, кстати, текстиля очень интересного Всякие пледы Коврики для ванны Полотенца классные Подушки там Всякие наволочки Здесь вот тоже я Кстати, еще определенные Хочу такие Ну, как бы для хранения В общем себе там кое-что Но что-то мне тоже здесь Ничего не приглянулось Мне приглянулась вот эта корзиночка Но я что-то ее не стала брать Не знаю почему Не знаю Может быть вернусь И если она еще будет Вот такая симпатичненькая Мне кажется Вот Ну не знаю Зачем она мне нужна Вот, наверное Поэтому и ушла Вот И еще здесь вот нашла Такие коврики Для ванны Они как бы считаются Они мне очень понравились 199 рублей Мне кажется Это очень-очень даже недорого Но Не знаю Что-то я на них посмотрела Несмотря на то Что они мне понравились Вот И я в итоге Почему-то ушла Вот такие с кисточками Прикольно Не знаю Может быть Ну как бы я бы не сказала Что у меня ванны Не соответствуют Такому коврику Или коврик ванны Неважно Да Вот Но Что-то не знаю Посмотрела и ушла Но у меня мысли были заняты Несколькими другими вещами В общем Другой покупкой Которую я вам покажу Уже когда приеду домой Вы поймете Почему я в итоге Тут много что не взяла И вот такой вот Кстати Тоже прикольный Большой коврик 799 рублей Но он такой Не только для ванны Мне кажется Такой интерьерный Еще может быть Вот как раз полотенечки Здесь всякие разные Смотрю Вот Но здесь разные Производители Разные как бы марки Поэтому можно выбрать И вот такие вот Махровые еще Как бы Коврики для ванны Тоже Достаточно прикольные Фамилии Вот Но это такое Знаете Опять же Нужно выискивать Нужно ковряться Нужно смотреть По ценам Вот И уже Что-то Может быть Выбирать Ну в общем Я Тут На самом деле Вот это вот Бродила В раздумьях Вся была Ну что девочки Приехала я домой Купила Прямо счастье себе Сейчас вам покажу Тут еще кое-что Животным Сейчас все достану Вам покажу Две коробки Огромные Прямо вообще Счастлива Да нельзя Девочки Что-то у нас Очень пасмурно В общем Коту Купила Вот такую Когтеточку А то он Да Ковер ему Очень понравился Наш Вот Вообще Говорят Очень классные Вот эти Когтеточки Вот такая Картонная Видите Вот это Вот для снятия Нервного напряжения Это вообще Это для всех Наших животных Нужно Вот И стоила Она 429 рублей Сегодня понедельник И Была скидка Еще 7% То есть Еще дешевле Также Своим Всем Домашним Ну Кто Кто играет Тот и будет Играть Вот 109 рублей Вот такой Мячик Светящийся Это для Животных Вот видите Какая красота Еще он Так Пищит Да И Такой Пупырышку В общем Сейчас отдадим Он уже тут Услышала Мелкая И еще Вот такой Вот мячик Это Мяч Дразнилка Потому что он Такой Силиконовый С шипами Сейчас В общем Сынок У меня Всем Раздаст Ну Давай Отдаваем Распаковывай В общем Они Светятся Все счастливы Да У нас Игрушек Мало Мало Для детей Игрушек Да Тут Вот такой С тягучей Такой Штучкой Тоже Отдай Детям Не тебе Мама Купила Да Тоже Это Пищит Бонни понравилось Бонни Тебе понравилось Да Бонна у нас Кстати Ломает Вот эти Пищалки Знаете Как Она Короче Вот сюда Засовывает Клыки Да Вот сюда Ой Не надо Вот типа Такого Да Она засовывает Сюда Клык Короче И вытаскивает И она Вот эта штука Ломается Туда Внутрь Скучно Нам дома Решили Пищалки Да Купить Детям Прыгают Еще Они Джуз Не понимает Ничего Что так Скажи А вкусненького Что-нибудь Почему Не принесли Вкусненького Надо Игрушки Ваши Бонни Нравится Вот Она Сейчас Все Поломает Все Игрушки Да Бонна Такая Она Все Ломает Да Джуз Больше Мягкие Любит Игрушки Она Вот так Вот теперь Пасть Светится Пасть Светится По три Всем подарки Он пока Не заценил Лёва Ты будешь Тачить Когти Да Босенька Дома В оружии Вот Еще Кстати Из мелочи Всякой Купила Вот такие Вот Ну это Закладки Липучие Да Вот И вот Такие Вот тоже Ну у меня Сыну И может Мне Куда-нибудь Ну короче Как всегда Канцелярия Поковырялась Я же не могу Пройти мимо Канцелярия Вот И кстати Вот этих Вот блокнотиков Которые я покупала Вот до этого Фамилии уже нет Разобрали Получается Ну и моя Самая Главная Покупка Девочки Вы меня поймете Это же Нечто Просто Слушайте Вначале Взяла Одну Вот это Вот На 4-4 литра Они там Стояли То есть Выставочного образца Не было Стояли просто В коробках Пока я Распаковывала Одну Вначале Вот эту маленькую Ко мне подошла Женщина В общем помогла Мне раскрыть Потому что у меня С упаковкой всегда Проблема И она взяла Себе вот такую Маленькую кастрюлю Она стояла И думала Какую ей взять Вот такую большую Или вот такую маленькую В итоге она взяла Маленькую Потому что они вдвоем Потому что они вдвоем С мужем живут Я вначале Взяла вот такую Большую И потом Вернулась В общем Пока гуляла По фамилии Решила Что мне нужна И вторая Такая кастрюля Потому что Я очень сильно Пожалею Вот такая Вот И женщина Вот эта Которая Ко мне подошла Она сказала Что она подобные Видела Правда Других цветов По 8000 В магазинах Говорит А здесь такая Классная цена Значит Первая кастрюля 3,1 литр Диаметр 20 Девочки Я счастлива Просто До нельзя Я бы очень Пожалела Если бы не взяла Вторую Она стоит 3000 3,099 рублей Минус 7% По карте Вот даже здесь Написано Цена в других Магазинах 5000 Вот Правда Страна Китай Но в общем Женщина Она сказала Что у нее Есть подобная Не кастрюля А ковш Ей очень нравится Очень Она говорит Вообще Просто Супер Короче Я как всегда Там разговорилась С кем-то Знаете И повелась И в общем Ну в общем Вы поняли Да Я не могу Просто прогуляться В общем Кто-нибудь Либо я К кому-нибудь Пристану Либо ко мне Кто-нибудь Пристанет Как всегда Короче В общем Разговорились Там с женщиной С одной Вот А вот это Побольше 3,599 Всего лишь 500 рублей И поэтому Она стояла Думала Какую же Ей взять Побольше Или поменьше Но в итоге Взяла Поменьше Вот видите Здесь целый набор Но из этого набора Получается Было только Вот эти две В общем По две штуки Стояло там В итоге Осталась только Одна Еще вот такая Большая Сейчас я раскрою Покажу Так Дети мои Там уже играют Девочки Какие у меня Новенькие кастрюльки У меня же кухня Еще В серых тонах И у меня Теперь такие Две крутые Кастрюльки Девочки Не пищите Пищат Они там Смотрите Какая Просто Мне очень Понравилась Эта кастрюля И еще Здесь нарисовано Что можно Видите Здесь такая Штучка Что можно Сливать Вот таким Вот образом И вот Описание Ее Видите Лева Прикольно У мамы Кастрюльки А я только Слушала Типа Можно Сливать Да Как Лева говорит Ничего Нового Да Да Как всегда Ничего Нового Мамы То кастрюльки То мисочки То еще Что нибудь Смотри Какая Прикольно Подсвет Кухни Да Ну Крутая Кастрюлька Буду Тебе Супчик Варить Гроховый Гроховый Да Вот Так что Вот такие Вот они Я не знаю Что это за материал Ну В общем Вот такая Марка Металл И резину И вот Это вот Все Ручка Прорезиненная Вот здесь Все Прорезиненная Так что Девочки Я Я счастлива Что в жизни Для счастья Нужно Я не знаю Вот На самом деле 4 литра А вторая 3 Да Ну Понятно Да На самом деле Мне нужно Одна Три литра Вторая Три Один Литра Три Один А это Четыре 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 Три Вот На самом деле Мне еще Нужна такая Большая Хочу Такую Знаете Большую Высокую Кастрюлю Верно Да Чтобы там Варить компот Вот Так что Так что Вот такая Вот Девочки Все Буду готовить Вкусняшки Всякие На самом деле Вот это Очень хорошо Для супчика Здесь Четыре литра Но четыре Наверное До краев А так Это Четыре Четыре До краев А так Например На четыре Литра Как раз На всю Семью На Несколько Дней А вот Это Хорошо Как раз Пюрешечку Какую Нибудь Делать Там Я не знаю Что-нибудь Овощишки Какими-нибудь Потушить Мяско Потушить Здесь Удобно Слив Для Макарон Да Вот здесь Вот видите Специально И видите Она Какая Силикона В общем Счастья Просто Нет Прорезиненная И Под Цвет Моя Кухня Соответственно Не должно Нагреваться И вот Это Вот Соответственно Тоже Не должно Нагреваться Потому Что Она Как Ну Уже Отпечатки Есть Она Вот Здесь Как Прорезиненная Так Что Девочки Это Прямо Кастрюль Много Не бывает Вообще Домашних Всяких Кухонных Всяких Вещей Много Тоже Не бывает У меня Так Точно Тем более Я сожгла Одну Кастрюльку У меня Была Такая Синяя Эмалированная Вообще Эмалированная Кастрюля Мне Не Очень Нравится Потому Что Они Быстро Портятся Посмотрим Буду Пользоваться Вот Этой У меня Есть И С Фамилия Одна Кастрюлька Я Покупала Такую Просто Металлическую Такую Маленькую Вот Она У меня Служит Уже Четвертый Год Так Что Надеюсь Эти Тоже Недолго Здесь Удобно То Что Здесь Показывает Где Наход Тут Наход Слив Дуже Показывается Здесь Да Такие Меточки Что Показывает Где Слив В общем Счастье Нет Предела Что Еще Нам Девочкам Нужно Купил Мовой Кастрюль Ходишь Радуешься Неделю Ну Че Ну Че Ну Как Ле Говорит В общем Вот Такие У меня Были Покупки Фамилии Вот Я Фамилии Вот Такую Вот Маленькую Кастрюльку Покупала Она Подходит Для Гречку Короче Я В ней Варю Вот Такая Вот Прикольная Она Мне Давно Служит Единственное Что Она Немножко Ну Как бы Темнеет Я ее Чищу Хорошенечко Вот И Тоже Посудомойки Очень Добротная Кстати Вот Кто Ходит Фамилию Обратите Внимание На вот Всякие Такие Вещи Потому Что Она Очень Добротная Она Маленькая У нее Такое Толстое Дно И Она Очень Классная Единственное Что Ну Как Все Такие Подобные Кастрюльки Ее Надо Хорошо Чистить Вот Я Как Раз Она Маленькая Здесь Литр Или Что Типа Того Вот Меток Нет Здесь Литр Всего Лишь Нет Не Литр Может Литр Полтора Наверное Здесь Может Да Я Уже Не Помню Сколько Здесь Как Раз Для Гречки Использую Вообще Давай Злая Обачка Злая Собачка У меня Живет Злая Собачка У нас Какая Злая Собачка Злая Собачка Давай Вот Так Давай Давай Злая Собачка Злая Собачка Кто Злая Бон Она Тоже Злая Да Давай Злая Собачка Злая Собачка Да Вот Такая Злая Да Бон Смешедшие Какие-то Да Все Я тут Лежу Себе Спокойненько Да Да Давай Злая Собачка Давай Что Пристало Да Злая Собачка Злая Собачка Оля Понравились Игрушечки Новенькие Да Бона Пока Не сломала Пока Не сломала Молодец Ну что Понравилось Ему Зато Две Игрушки Нашел Он еще Да В детские Игрушки Играет Машинку И в ручку И вот Это тоже Понравилось Правильно Погрызть Можно Погрызть 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 Так Ну что Ко мне приехала Сейчас как раз Ламода Уже И сыночку В общем Заказала На физкультуру В садик Вот такие Вот кроссовки Младшему Сыночку Потому что У него Ну в общем Я им давала Кроссовки Которые он Летом Носила И они уже У него Порвались В общем Вот такие Теперь будет Щегалять Кстати Очень прикольные Да Да И тебя мама любит Очень прикольные Кроссовки Такие мягенькие Как раз Для физкультуры Самое то Да Джуси Вот Еще заказала себе Девочки Я заказала себе Вот такую кепку Классную Ссылочки Я конечно же Вам оставлю Внизу В инфобоксе Зарина Марка Содержит Шерсть Ну в общем Я решила Короче Что я хочу Ходить В кепке Точнее Это бейсбол И она Вот здесь Вот сделана Такая Как типа Из ветра Правда Видите Шерсть Липнет Вот А здесь Такая Типа Аля Кожа Короче Вот В общем Сейчас Буду Ходить В кепке Не знаю Что мне Так Захотелось Хотя Я не особо Люблю Шапки Кепки И все Остальное Но Захотелось Вот Еще Из Аксессуаров Я купила Себе Перчатки Теплые Просто Когда Смотрела Джузи Я люблю Тебя Ну там Типа Предлагают Другие Еще Товары И Вот Такие Перчатки Мне Понравился Состав Альпака 20 Шерсть 30 И Акрил 50 Вообще Вот Такие Конечно Перчатки Они у меня Очень Быстро Выходят Из строя Короче Рвутся Вот Поэтому Я практически Каждый год Покупаю Перчатки Джузи Своя игрушка Любимая Сейчас Мама Поиграет С тобой Ну Как бы С этим Все понятно Да Девочки Это платье Заказала Вот такое платье Оно было С хорошей Скидкой И С горлышком Все как я люблю Ну Как бы Цвет Это конечно Вообще То есть Нечто Кто смотрел Мои предыдущие Влоги Знает Что У меня Костюм Такого цвета Есть Спортивный Значит Я Взяла Размер М Кстати Цвет Написано Бежевый Почему Да Ну Какой Это бежевый Ну В общем Ладно Значит Джузи Ну Сейчас Джузи Сейчас Мама Поиграет Вот Значит Состав 28 шерсть 7 махер И 65 акрил Вот Оно Такое Достаточно Тоненькое Вот Там Некоторые Отзывы На сайте Было написано Что оно Колется Я не знаю Кому колется Оно реально Не колется Одевала На голое тело Вот Ну как На белье Да И мне Ничего Не кололось В общем Оно длинное Взяла М Потому что М Ну Джузи Сейчас Мне зацепки Тут поставишь Джузи Подожди 5 секунд Мама Сейчас снимет И поиграет С тобой Хорошо Ты моя Вредная Девица Мама Не была Поэтому Представит В общем Размер С Оно Короче И Ну Я хотела Чтобы В бедрах Немножко Посвободнее Сделать Джузи Джузи Люблю тебя Вот Чтобы в бедрах Посвободнее Сидела Оно Конечно Может быть Под вытянется Но В общем Хотела Длинненькое И Посвободнее Вот Единственное Что здесь Вот такая Вот штука Зачем-то Вот Зачем-то Я не знаю Зачем Кстати Что это за Марка Вот так Вот называется Марка Это Российское Производство Вроде Да Сделано В России В общем Сейчас я примерю И кепку примерю Покажу И Вот это вот Платьишко Примерю Ну куда я без Желтого цвета Да У меня что-то Такая любовь К нему Я не знаю Мне так нравится Вообще Обалденно Вот Так что Не смогла пройти Мимо Вот этого платья Сейчас примерю Покажу Ну что девочки Вот так вот Выглядит Это платье Мне оно Очень понравилось Прикольно Взяла На размер побольше Потому что Видите Длина У Эски Длина была Вот такая Вот Примерно Почему-то Хотя Не знаю Обычно Длина не влияет То есть Размер не влияет На длину И у Эски Сидела более Обтягивающая Вот в этой области А я хотела Что-то такое Ну как бы Посвободней Чтоб короче Вот так вот Смотрелась Животик Он есть Есть Что ж Ничего не поделаешь И вот Эта вот Кепочка Очень мне Это тоже Нравится Прикольно Даже с этим Платьем Кстати Очень хорошо Я вообще Люблю сочетать Такой Желтый цвет С черным Мне кажется Прикольно Смотрится Вот Так что Она сидит Свободно И там Были Комментарии Что Оно Колит Я не знаю Вообще Оно очень мягкое Приятное к телу Так что Я лично Всем советую В общем Прикольненько Мне нравится Можно его Кстати И с кроссовками И с какими-то Грубыми ботинками И со всем Чем угодно Вот И зимой И сейчас Осенью И весной Вот прикольно Вот эта надпись Конечно Ну я не знаю Надпись И надпись Пусть будет Ну и кепка Вот эта вот Мне очень нравится Прикольно Мне что-то так захотелось Девочки Вообще Прям Не знаю Почему Не знаю Чего у меня Такое Правда До волосы Нормально убирать Вот Или с распущенными Волосами Но они у меня Сейчас просто Я сейчас пойду в душ Они у меня Не свежие Скажем так Поэтому я Не буду В общем Их распускать Но кепка Тоже прикольная Мне нравится Не знаю Что мне так захотелось У меня вообще Кепок нет Нет Точнее У меня есть одна Белая Которую я практически Не ношу И обычно Мальчишек беру Ну и вот этот цвет Цвет Вот этот желтый Это мое все В общем ссылочки Вам оставлю Внизу в инфобоксе Ну а я на сегодня Буду с вами прощаться Я надеюсь Вам понравилось Такое видео Оно было для вас Полезным и интересным Не забывайте Подписываться на мой канал Всех люблю Целую До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok